Техническое образование, творческое. Ну, безусловно. Почему я пошёл в технический вуз? Всё, что в моей жизни происходило, всегда случайно. Это то же самое. Мой двоюродный брат поехал и поступил в Баумовский институт, но в Калуге. Там было отделение. Есть. Поступил, да, и вот я просто сказал, ну давай, мы поехали. Но уже в Москву. Ну, в Москву. Вот мы и поехали. Поселились в гостинице «Заря» с папой. И вот сдавали экзамены. Никаких не было школ подготовительных. Но каким-то чудом я поступил. Я абсолютно не жалею, потому что говорят, ну вот ты должен там. Надо было консерваторию. Конечно бы. Если бы я закончил консерваторию, это мне сильно бы помогло. Особенно сейчас в моей какой-то деятельности. Там музыка, кино, мюзиклы. Но тем не менее, вот как оно случилось, так оно и случилось. Каким образом это в композиторской, в продюсерской, певческой деятельности может помочь? Это может сильно помочь и помогает, потому что когда ты находишься в техническом вузе, изучаешь определенные программы, начинается проматой, заканчивая всякой там электроникой. И хотя у меня был факультет, он назывался автоматизация и механизация сварочного производства. АМ-7. Но в то время уже была сварка в космосе. И мы это жутко гордились. Потому что думали, мы сейчас закончим, полетим в космос, что-нибудь там сварим. Варим. Да. Забывали, что все это варится, конечно, на земле. Но тем не менее, технический склад ума в жизни очень помогает. Вы согласны, Юлия Владимировна? Да, конечно. Математика, она ум в порядок приводит. Поэтому человек, имеющий фундаментальное такое физическое, математическое образование, он может найти свое место в жизни в любой отрасли. Мне как математику это приятно слушать, как математику по образованию. Скажите, вот от момента задумки и до реализации такого рода проектов, сколько обычно проходит времени? Проект, он живой, он постоянно совершенствуется. То есть первая модель возникла, сколько, Вася, вы делали? Примерно месяц, два? Месяц, месяц. Ну, где-то за месяц. Это был первый такой рабочий прототип. Потом он усложняется, добавляются новые детали, новые функции. То, что было сделано сначала из картона, из фанеры, заменяется напечатанными деталями на 3D-принтере уже пластиковыми. И он дальше будет совершенствоваться, и функции будут усложняться. Но вообще меньше года вряд ли получится сделать что-то толковое. Некоторые проекты ребята делают и два, и три года. Такие у нас тоже случаи есть. Жень, мы буквально перекинулись двумя словами, Сеюлья Владимировна. Оказывается, она учила моего сына. В начале 90-х годов. Ну и как? Ну нормально. Хорошо, я была классным руководителем. Что папа скажет нормально, не сомневаюсь. Мне что преподаватель скажет? Как вы? Хороший был мальчик. Он сейчас хороший мальчик, но взрослый, уже двое детей. Василий. Я так понимаю, что вы все-таки человек очень сосредоточен именно на профильном каком-то образовании. Вряд ли вы находите время для, не знаю, участия в каких-нибудь музыкальных инициативах. Ну, сейчас нет, а так я закончил музыкальную школу. Да? Есть, да. Вот оно что. А у Бауманской школы такое есть, что выпускники Бауманской школы, они поддерживают друг с другом отношения после... Или получил аттестат и пошел свои дороги. Нет, я могу сказать, что у нас выпускники нашей школы, которые закончили Бауманку, они поддерживают связь со своими преподавателями. У нас широко распространена такая практика, когда наши бывшие выпускники приходят на экзамены и помогают учителям принимать экзамены у девятиклассников, десятиклассников. У нас экзамены два раза в год. У нас зачетные сессии, как в институте. И зимой они сдают, и семестровые пишут контрольные работы, и теоретические устные зачеты, и по физике, и по математике. И студенты, и уже кто закончил Бауманку, привлекаются и с удовольствием приходят нам на помощь. Вот вы помните, что у вас сын Аркадий Укупника учился. А про каких-нибудь других своих учеников вы что-нибудь можете рассказать? Ну, учеников Бауманской школы, я имею в виду. Есть у меня мать, который в физтех поступил. Он занимался, делал очень интересные проекты. Причем проект у нас начался совершенно случайно с лабораторной работы по измерению силы трения. И в результате с этой лабораторной он дошел до изучения устойчивости сыпучих средств. И разработал программу тоже с использованием искусственного интеллекта для оценки устойчивости от холмов, особенно железнодорожные покрытия. То есть такое хорошее прикладное значение его работа имела. Тоже на всех конференциях он первые места занимал. У него три публикации было на момент окончания нашего лицея. Так что вот есть у меня такой интересный спицын Коля, ученик. А у нас староста параллельной группы Михаил Юрьевич Лермонтов. Прямой потомок великого поэта. Мы все закончили. Он работал в атомной промышленности. А потом, на сегодняшний день, он член общественного совета. Он управляет Лермонтовской усадьбой Середняково. И мы каждый год, иногда я пропускаю, все, кто живы, собираемся там. И мы садимся, вспоминаем. И он всегда говорит, ребята, а ведь мы сидим за тем столом, за которым сиживал Столыпин. Вот такой человек у нас учился. Юрий Владимирович, а вот вы преподаете в том же здании, в котором Василий? Да. То есть в новом здании не бываете? Нет, у нас рядом первый, второй, два корпуса. В первом корпусе у нас десятый и одиннадцатый классы. Во втором корпусе у нас восьмые классы. Сейчас вот седьмой первый раз набрали один. И девятые классы. То есть у нас такое разграничение по классам. А сколько лет вы уже в лицее? Ну, уже где-то семь лет я в лицее работаю. Вамынская школа входит десятку лучших в стране. За счет чего? Я считаю, за счет очень сильного состава педагогических кадров. Абсолютно верно. То есть вот это вот, когда дети могут и хотят, и учителям есть, что детям дать, это огромное вообще. Василий, а у Вас есть представление о нагрузке? У Вас выше нагрузка или примерно то же самое, что у остальных? Точно выше, точно выше. Точно выше? Да. Ну так это, как бы мне кажется, что хуже в вашем возрасте, когда времени остается на вот все остальное. Не, учитывая, что скоро, например, поступать в ВУЗ, так что и в целом сейчас такое время, что надо много учиться. То есть надо, надо. Юлия Владимировна, если вот, допустим, сверстники Василия или кто-то помладше смотрит нашу передачу, как бы вы их мотивировали и сагитировали, чтобы они развернулись в сторону вашего учебного заведения? Что бы вы им сказали? Сейчас все школы, которые входят в определенные проекты, они уже на государственном уровне обеспечиваются не всем необходимым оборудованием. Поэтому у нас есть кабинеты робототехники и кабинеты, где учащиеся разные программы. Черчение уже проходит на компьютерах, они осваивают программы по черчению. То есть это все по программе есть. На что я хочу обратить внимание, преимущество нашей школы, то, что у нас еще, нас курирует еще и МГТУ Минебаумана. И в свое время они сделали нам уникальную лабораторию, в которой проходит уникальнейший вообще физпрактикум, которого больше нет ни в одной школе. И дети могут работать на лабораторном оборудовании, выполнять лабораторные работы, ну где-то первого-второго курса уже такого вот вузовские. И это очень интересно. А вот у вас в профильные классы по конкурсу? В профильные обязательно. Обязательно? Да, более того, наши учащиеся еще каждый год переводные экзамены сдают. Идет приемная кампания, когда дети приходят из разных школ, поступают. Потом наши дети сдают вот эти переводные экзамены. Если выявляются какие-то большие пробелы в знаниях, то у нас есть еще общеобразовательные классы, где нагрузки не такие большие. А все остальное так же. Еще я хотела добавить вот по поводу проектов. Как вы видите, они очень сложные стали в последнее время. И как вот происходит отбор учащихся на эти проекты. Иногда дети приходят сами со своими идеями и спрашивают, ну, кто может помочь им их реализовать. Иногда у преподавателя появляется какая-то своя идея, и он ищет учеников, которые смогли бы ее реализовать. То есть вот надо найти друг друга. Это сложный процесс. Я в плане руководства в основном занимаюсь методологией всей. Самое главное, для чего и куда этот проект будет в дальнейшем использоваться. Ну, вот актуальность, цели, задачи. Это вот по моей части. И на какие конференции, когда его куда отправить. Ну что ж, всем успехов. Василий, Юлий, Аркадий, огромное вам спасибо. А мы после рекламы продолжим разговор о Бауманской школе. Это программа «Мой район».